Добрый вечер в прямом эфире новости в студии Натальи Винокуровой. Сейчас подведем итоги пятницы 28 июля. Основные темы этого выпуска. Синоптики дали прогноз на конец июля. Какая погода ждет жителей края в предстоящие выходные и в начале следующей недели. Самым теплым регионом нашего края выходные будут и венки. В вузах подводят итоги первого этапа приемной кампании 2017. Какие специальности оказались самыми востребованными у абитуриентов? Конкурсные списки формируются по сумме четырех, то есть три ЕГЭ плюс индивидуальные достижения. Жители края, как и все россияне, отмечают сегодня день крещения Руси, где прошел массовый обряд крещения и какая традиция соблюдается в этот день. Мы действительно возражаем те традиции, которые соединяют нас с нашими предками. В новой серии проекта «Красноярск. Северный Кавказ» история древнего Дербента. Это чем знаменит этот дагестанский город? Два дня губернатор Виктор Толоконский находится с рабочей поездкой в Москве. Он провел целый ряд важных встреч. Так, с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, глава региона, обсудил ход строительства объектов универсиады 2019 и наследие, которое она Красноярску оставит, а также новые подходы к воспитанию молодых спортсменов. С вице-премьером Александром Хлопониным разговор шел о вопросах жизнедеятельности северных районов нашего края. В частности, о пополнении водных запасов ангары, чтобы продлить навигацию и успеть обеспечить всем необходимым как жителям этих территорий, так и предприятиям. С министром здравоохранения Вероникой Скворцовой обсудили ход строительства важнейших медицинских объектов. Это перинатальный центр, в Норильске и новые корпуса краевой больницы и БСМП. Также речь шла об увеличении финансирования отрасли. В первую очередь для того, чтобы в следующем году поднять зарплаты медикам. Встреча состоялась и с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. С ним губернатор обсудил вопросы укрепления налогового потенциала Большого края. Очень серьезные есть результаты, которые позволяют мне уже сегодня сделать целый ряд новых поручений правительству края, министерствам краевым. И мы сделаем все необходимое, чтобы те поручения, которые сделаны руководителями правительства Российской Федерации, были наилучшим образом реализованы. Ремонт дорог в Краснодарске выходит на новый этап. Рабочие приступили к заливке бетона на коммунальном мосту. Чтобы качественно провести работу и обеспечить прочное заставание материала, минувшей ночью было полностью перекрыто движение. Но с утра общественному транспорту разрешили двигаться по переправе со скоростью не более 5 км в час. По такой же схеме будет организовано движение и этой ночью. Заехать на мост нельзя будет с 10 часов вечера пятницы сегодня, то есть до 6 утра субботы. Эти обстоятельства нужно учитывать тем горожанам, кто пользуется общественным транспортом и такси, которым разрешено, напомню, пересекать Абаканскую протоку. Кроме того, на следующей неделе начнется ремонт одной из самых проблемных улиц краевого центра – Гайдашовки. О необходимости привести в порядок эту дорогу говорили и красноярцы, и эксперты. Работы будут проводить в два этапа. В этом году полный комплекс выполнят на участке от Енисейского тракта до улицы Енисейской. В общей же сложности сейчас в краевой столице дорожники трудятся на 45 улицах. Водители просят учитывать обстановку и формировать маршруты намного заранее. У нас сегодня вечером открывается движение через перекресток мира Каратанова. То есть по улице Каратанова сквозное движение будет открыто. И с 8 утра завтрашнего дня до 20 часов 1 августа будет закрыто сквозное движение на перекрестке 9 января мира. Соответственно, улица будет снова тупиковой, используется только для парковки. В этом году на территории Красновского края построено и благоустроено около полутора тысяч километров лесных дорог. Для жителей региона обустроили больше 250 мест отдыха. Специалистами лесопожарного центра проведено больше тысячи профилактических мероприятий. Сейчас на юге края в Минусинском районе завершаются мероприятия по охране и защите лесов от пожаров. Какие меры принимают специалисты, расскажет моя коллега Ольга Максюшина. От сухостоя и валежника бригада лесопожарного центра очищает бор, прилегающий к селу Селиваниха. Вальщик Николай Лукьянов говорит, что штормовые ветра сделали свое дело. В лесу ни пройти, ни проехать. Случись пожар, спецтехника не сможет пробраться вглубь соснового бора, даже по дороге. После большого ветра, по всему лесу навалено много сухостоя, сейчас убираем. Пропиливаем, складываем в кучу, чтобы потом в конце пожара опасного сезона это все убрать. Особое внимание специалисты уделяют обустройству и очистке противопожарных полос, которые не дают перекинуться огню на территорию соседнего лесонасаждения и населенные пункты. Общая протяженность таких барьеров составляет 1057 километров. Мы занимаемся в настоящее время прочисткой минерализированных полос. Ширина ее достигает метров сорок, но глубина 10-15 сантиметров. Мы сейчас снимаем верхний слой. Освобождаем ее от травы, чтобы в дальнейшем, во время пожара, огонь не перекинулся на населенный пункт. Также для защиты лесов от пожаров на юге края строят и реконструируют лесные дороги. От их состояния зависит качество и оперативность патрулирования, доставки сил и средств к местам возгораний. На сегодняшний день у нас уже сделано 2 километра содержания противопожарных заслонов. На сегодняшний день тут примерно уже в этом месяце будем заканчивать еще 4 километра. Минполос прочистки у нас 300 километров уже сделано и устройство порядка 200 километров. В этом году по сравнению с прошлым годом, то есть терпимо, прошлый год был горемя, чем в этом. То есть в прошлом и объемов, то есть пожары как бы покрупнее были. В этом году по Красноярскому краю построено и благоустроено около полутора тысяч километров лесных дорог. Обустроены реконструированы посадочные площадки для самолетов и вертолетов, которые используются в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов. Для жителей региона обустроено более 250 мест отдыха. Специалистами центра проведено более тысячи профилактических мероприятий. Всего участниками масштабной противопожарной кампании стали более 26 тысяч жителей края. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Теплые выходные с грозами, обещают синоптики. Долго ли продержится жара? Расскажем после рекламы. Красноярский край вошел в пятерку самых читающих регионов России. Перелистываем страницы любимых произведений каждую субботу в программе «Утро на Анисея» в рубрике «Читай, любимый край». Партнер рубрики «Читай, любимый край» сеть книжных магазинов «Читай город». Здесь книги находят людей. А где же ваши вещи? В бутиках Турции. Группа российских туристов отправляется на отдых в Турцию. All inclusive. Что это значит? Не знаю. Голубое море и бесконечные базары. Время летит незаметно в лирической комедии «Туристы». Ну что я вижу всех вас в хорошее настроение, это значит, что я заработаю много денег. По будням в 0.20 на телеканале «Енисей». Спешите! В эстнове вся норка от 45 до 95 тысяч. Все в рассрочку. Улица Авиаторов 5. Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В, включая новейшую технологию «Смайл». Цена 12 тысяч рублей. Выбираете линолеум? Склад-магазин низких цен. Линолеум от 165 рублей. Постелил и забыл. Телефон 282-3802. Саша, это шо? Ух, ты сколько денег на черепицу спалили. Шо это? Красота! Черепица «Андулин». Центр изоляции 2906-901. Купи велосипед в розницу по оптовой цене. Более 300 моделей в наличии. Мы доставим его в любую точку Красноярска бесплатно. Оптово-розничная база велосипедов. Поселок Березовка. Кирово 56. У судебных приставов у меня образовались большие долги. Я обратился в единый центр защиты. На данный момент у меня закрыты все из полпроизводства. Единый центр защиты. Звоните. Поможем. Телефон горячей линии в Красноярске. 272-34-14. Емельяновский дорожно-строительный техникум приглашает выпускников школ на очное и заочное обучение. Прием сюда проходит без экзаменов. Студенты получают социальную поддержку в виде стипендии. Всем иногородним предоставляется общежитие. Телефон приемной комиссии 226-32-34. Спасибо, что остались с нами. Напомню, вы смотрите новости. Мы работаем в прямом эфире и продолжим выпуск. Последние июльские выходные будут прохладными и дождливыми. В субботу и в воскресенье над Красноярском и ближайшими районами пройдет циклон. В связи с этим ожидается штормовая погода. Дожди, грозы, грады и даже шквалистый ветер. Его скорость достигнет 15-20 метров в секунду, предупреждают синоптики. При этом днем столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов. В воскресенье температура воздуха еще понизится до плюс 23. По территории края на юге Туруханского района и в Ивенкии в воскресенье ожидаются местами сильные дожди. А в более северных территориях дожди будут местами и по интенсивности небольшие. Температура воздуха на юге Таймыр ожидается в пределах 15-20 градусов днем. В Туруханском районе 20-25. И самым теплым регионом нашего края выходные будут Ивенкии. Там 24-29 градусов тепла, температура днем. В России завершается первый этап приемной кампании. В ближайшие дни вузы зачислят 80% абитуриентов. Анна Московских побывала в нескольких университетах Красноярска. И узнала, какие специальности пользуются наибольшим спросом у вчерашних школьников. Сибирский государственный университет науки и технологий имени Михаила Решетнева впервые в этом году проводил приемную кампанию в статусе опорного вуза. В приемной комиссии отмечают более высокий интерес абитуриентов и довольно большой конкурс на гражданскую авиацию. 6 человек на место, а на информатику до 12. Также в топе интересов абитуриентов нефтепереработка и ракетостроение. В приемной комиссии отмечают, в этом году ребята гораздо лучше сдали физику, а значит и проходной балл будет выше. В холле университета на интерактивной доске рейтинговые списки. Здесь указаны и баллы за экзамены, и дополнительные баллы, например, за золотую медаль, участие в олимпиадах или успешно сданный норматив ГТО. На самом деле, не половина поступающих, но много ребят с такими достижениями. Потому что, во-первых, это всегда озвучено в правилах приема и в прессе, что дополнительные баллы даются за такие-то достижения. Конкурсные списки формируются по сумме четырех, то есть три ЕГЭ плюс индивидуальные достижения, и один балл может сыграть роль при зачислении. Поэтому ребята стараются, уже с сентября этим занимаются, и приносят, приносят и то, что нужно, и то, что не нужно, приносят тоже. А в педагогическом университете буквально ставят новые рекорды. Резко выросло число заявлений на исторический факультет, их более 800. Следовательно, и очень высокий конкурс, 27 человек на место. Интересны абитуриентам направления Института математики и физики, а также педагогика и психология, дошкольное и начальное образование. Очень сильно возрос спрос в этом году, отвлечь из всех предыдущих лет на филологический факультет. Там довольно большой список, но он уходит за 200, раньше столько не было. И здесь самое большое количество аттестатов с отличием и дипломов СПО с отличием. Вообще процент поданных от поступающих вот этих документов об образовании с отличием в этом году пока на данный момент самый высокий по сравнению с прошлыми годами. В Сибирском федеральном университете отмечают, что в этом году число заявлений о поступлении меньше, чем годом ранее. Связывают это с тем, что с одной стороны ВУЗ повысил минимальные баллы, а с другой выпускники в целом неважно сдали математику. Из особенностей нынешней кампании в приемной комиссии отмечают наплыв абитуриентов из арабских стран. Например, из Ирака поступить в Красноярский ВУЗ изъявили желание 50 человек. Поступающие из Ирака выбирают только нефтегазовое дело. Их крайне сложно убедить поступать даже на строительство, либо геологию. Вот очень им нравится наше нефтегазовое дело. Правительство Ирака признает диплом Сибирско-федерального университета по этому направлению. И желающих поступить из Ирака сейчас больше, чем даже мы в состоянии обучить. В ближайшие дни будут сформированы списки первой волны. 80% абитуриентов узнают, что стали первокурсниками. А окончательное зачисление на очную форму обучения пройдет 8 августа. Анна Московских, Алексей Гусев, Севолод Никитин. Новости. Бойцы поискового отряда нашли в Карелии останки сибиряка-участника Великой Отечественной войны. Где он будет захоронен? Расскажем через пару минут. Тренироваться, отдыхать, слушать классическую музыку и участвовать в городских праздниках. В Красноярске можно в одном месте, на острове Татышев. Что это за спортивное направление, кроссфит и кто может им заниматься? Чем Татышев парк этим летом удивлял своих гостей? Расскажем в программе «Наш Красноярск» в субботу, 29 июля в 17.00 на телеканале «Енисей». Телеканал «Енисей» запускает новый уникальный телепроект «Внешность на миллион». Мы готовы преобразить тебя на 1 миллион рублей. С тобой будут работать пластические хирурги, косметологи, стоматологи и тренеры. Приходи на кастинг в торговый центр «Планета» 5 августа. Подробности по телефону 288-72-99. Генеральные партнеры проекта «Красноярский центр пластической хирургии и поликлинической медицины», «Профессорская стоматология Зубник», «Центр врачебной косметологии Медикал Групп», «Партнеры кастинга», «Центр лабораторных технологий АБВ». Лето без процентов с кредитом на покупки 90 даром. Покупайте что хотите и где хотите. И не платите проценты целых 90 дней. С кредитами Азиатско-Тихоокеанского банка все удобное просто. Больничка-резорт в Приисковом предлагает программу летнего отдыха. Чистейшие озера и головокружительные горы. Захватывающие виды. Трекинг с профессиональным гидом. Уютная гостиница, сауна, трансфер и питание. Больничка-резорт в горы с комфортом. Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В, включая новейшую технологию «Смайл». Цена 12 тысяч рублей. Красота. Я тягу. Совсем обнаглели. Все черепицей покрыли. Деньги девать некуда. Так это же андулин. Черепицей андулин. Центр изоляции 2906-901. Некому работать. Все приходится делать самому. Где взять хорошего сотрудника? Кому верить? Где найти достойную работу, если объявление обещают одно, а на деле оказывается совсем другое? Воспользуйтесь интерактивным порталом службы занятости населения Красноярского края. Это оперативная возможность найти работу и работника по интернету. Для соискателей. Достоверная и подробная информация о вакансиях. Для работодателя. Банк соискателей. И удобный инструмент отчетности. Госуслуги проще, чем кажется. Спешите! В ИСТНОВЕ на Авиаторов 5 подарки и вся норка от 45 до 95 тысяч. Все в рассрочку. Только до конца июля. Улица Авиаторов 5. ТЦ Авиатор. Вернемся к новостям и продолжим выпуск. Красноярские врачи будут проводить операции еще не родившимся детям в утробе матери. Для этого в Краевом центре охраны материнства детства откроют центр фитальной хирургии. По словам специалистов, внутриутробные операции нужны, когда у плода серьезные пороки развития. В том числе патологии сердца, центральной и нервной и выделительной систем. В этом случае врачи не могут ждать рождения малыша, потому что при появлении на свет такие дети почти всегда погибают. Планируется, что в год в центре фитальной хирургии будут проводить больше 30 операций. Почти все они выполняются эндоскопическим методом. Причем к работе привлекут не только специалистов Центра охраны материнства и детства, но и также Краевого медико-генетического центра, Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и других учреждений. В этом году красноярские врачи должны пройти обучение в ведущих российских клиниках, которые уже используют фитальные технологии. Также в центр закупят недостающие оборудование. Ну а первые операции неродившимся малышам планируют провести уже в 2018 году. Отмечу, что в Краевом центре охраны материнства и детства с 2015 года уже выполняют внутриутробные переливания крови при резус-конфликте матери и плода. Летальность без фитальной хирургии очень высока. По отдельным направлениям, таким, допустим, как кардиопатология, нейропатология, это достигает 100%. Мы хотим, собственно, вот развитием вот этого направления дать шанс. И примеры для этого, и зарубежные в том числе есть. Специалисты, вот, допустим, кардиоцентра недавно были в Соединенных Штатах Америки. Там есть клиники, которые предметно занимаются этими направлениями, соответственно, и у них уже достаточно приличный процент выживаемости и дальнейшего нормального развития детей. Сегодня в России отмечают День Крещения Руси. Официальный статус государственной памятной даты он получил еще в 2010 году. В честь праздника во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви прошли богослужения и единовременные колокольные перезвоны. Они прозвучали ровно в полдень по всей стране, в том числе и в церквях Красноярского края. Предлагаем вам послушать и посмотреть, как это было. Новокраснадский праздник продолжился на Театральной площади. Там открылись выставки, на которых можно было увидеть книги о Крещении Руси старинные предметы быта, головные уборы и детали вышивки. Горожане также участвовали в конкурсах и учились делать народные игрушки и изделия из бисера. Ну а самые пластичные участвовали в мастер-классах по русским, народным и сибирским пляскам. В Венесейском районе состоялось массовое крещение. Оно проходит на Монастырском озере уже в четвертый раз. Ежегодное таинство состоится 28 июля, совпадает с датой крещения Руси князем Владимиром. На массовое крещение приезжают люди не только из Венесейского района, но и из соседних территорий. В этом году были паломники из Казачинского и Пировского районов, а также из Лисосибирска. Чтобы покреститься не в обычной, а именно в этот день, люди заранее записывались во всех крамах Енисейского благочиния. В этом году православную веру одновременно приняли 427 человек. Это и взрослые, среди них были и дети. Место, где проходит таинство, многие считают святым. Связано оно с трагедией, случившейся во время Гражданской войны. Семь монахов были убиты и сброшены в воду. После этого вода приняла красноватый оттенок, и местные стали говорить о ее целебных свойствах. Таинство крещения началось с чтения положенных молитв. Молебен совершал епископ Енисейский Лисосибирский Никанор. Для погружения людей в воду в озеро спустились священники, как более тысячи лет назад в воды Днепра входили их предшественники. Считается, что во время крещения при троекратном погружении в воду верующий умирает для греховной жизни и возрождается в жизнь духовную, святую. Столько людей сегодня приняло таинство святого крещения. В этот день, великий день для нашей церкви, для нашего Отечества, для нашего народа, мы действительно возражаем те традиции, которые соединяют нас с нашими предками. Я год ждала этого, я прямо хотела именно сегодня, в этот день. Что вы чувствуете вообще облегчением полосы? Карелия застанавливается. В Республике Карелия объединенный поисковый отряд нашел останки коренного сибиряка, участника Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты отправляют их в наш край, чтобы придать прах бойца-красноармейца родной земле. Подробности у Валентины Бересневой. Почти в 50 километрах от Красноярска находится поселок в памяти 13 борцов. В советское время он был известен как стеклозавод. Именно это старое название и указал в своем воинском вкладыше медальона боец Захар Рябинин. Останки красноармейца были найдены почти месяц назад. А рядом с ними медальон заполнен им и относительно хорошо сохранившимся вкладышем. На нем написано, что мужчина родился в Красноярском крае. Находку обнаружили в окрестностях поселка Подозеро Пряжинского района Республики Карелия. Именно здесь в 41-м году шло сражение. На администрацию Миляновского района пришло электронное письмо с просьбой помочь разыскать родственников найденного красноармейца. И вот сейчас мы крайне ограничены в сроках, так как туда выехал наш поисковый отряд. Ребята скоро привезут останки. И поэтому мы обращаемся за помощью к вам для того, чтобы отыскать родственников. В поселке памяти 13-ти борцов не удалось найти родных красноармейца. Хотя некоторые жители помнят, что Ребинины здесь жили. Но где они сейчас, никто не знает. Единственная ниточка, за которой удалось зацепиться, информация о другом фронтовике с той же фамилией. Судя по году рождения и отчеству, это сын найденного бойца. Предположительно, мы нашли в книге Ребинина, что у нас тут Григория Захаровича. Это сын человека, который погиб на войне. Это мы предполагаем. Но точно мы даже не знаем, потому что родственников мы не нашли. Но и этого мужчины уже нет в живых. На этом поиски оборвались. Поэтому судьба останков пока не ясна. Известно, что их привезут в Красноярск уже 10 августа. Если прямых родственников так и не удастся найти, то прах захоронят на родине красноармейца. В поселке памяти 13 борцов. Но в любом случае, имена обоих фронтовиков, отца и сына Ребининых, в ближайшее время увековечат на памятной доске мемориала Победы стеклозаводчанам. Валентина Береснева, Алексей Овсянников. Новости. Другим новостям специалисты горно-химического комбината и представители экологических сообществ провели совместный мониторинг прибрежной зоны реки Енисей на предмет уровня радиационного фона. Об итогах этого мероприятия расскажем далее. Уже десятый год подряд горно-химический комбинат принимает в своих стенах краевые экологические сообщества. Здесь, в рамках круглого стола, зачитывается ежегодный отчет об экологической безопасности за прошедший год. Документ уже сейчас доступен для изучения широкого круга общественности. В 2010 году был закрыт последний реактор, и сегодня можно смело утверждать, что радионуклидов в Енисее нет. Установка мало того, что стабилизировалась, она и улучшилась, она улучшилась в крайней мере. То есть говорить о каких-то серьезных воздействиях на население, ближайших населенных пунктов, в общем-то, наверное, не приходится уже. Чтобы подтвердить факты и цифры отчета, сразу после заседания общественникам и журналистам предложили поучаствовать в мониторинге береговой линии Енисея возле села Большой Балчук. Место выбрано не случайно. Оно расположено недалеко от комбината и наиболее сильно подвергалось прежнему его влиянию. За экологической обстановкой здесь следят каждый год. Кстати, география измерений обширна. Это тысяча километров вниз по течению реки до места впадения в Енисей под каменной Тунгуски. Пешеходная гомосъемка. Составляется карта, полевой журнал и бригады, как правило, из трех человек. Идем полосой, береговая полоса, 10, там, предположим, метров от уреза, 20 метров. И каждые 10 либо 20 метров, как он начальник поставит задачу, остановка. Ну и контроль во время движения, остановка, замер конкретный. Данное мероприятие получилось не совсем традиционным. Любой желающий мог выбрать место, где дозиметрист производил замер. Результатами мониторинга как представители ГХК, так и общественники остались довольны. Максимальный фон в 17 микрорентген в час нашел участник мониторинга директор Шанека Сибирь Владимир Чечеткин. Эти показания находятся в рамках природного фона. Я впервые в таком туре участвую. Я вижу эту свободу обсуждения, свободу измерений с соответствующими приборами. Здесь нет никаких ограничений, что давайте только в этом месте, а не в том месте. Это тоже уникальное событие. Сейчас мы уже преследуем цель не только посмотреть, насколько уменьшается влияние старого наследия Росатома. А мы сейчас хотим убеждаться сами и убеждать население, что горно-химический комбинат не производит дополнительных каких-то там выбросов аварийных и так далее радиации. Экологический мониторинг подтвердил цифры отчетом. Чтобы сегодня обнаружить влияние ГХК на экологическую среду Красноярского региона, нужны чувствительные приборы. Комбинат своими технологическими и техническими решениями достиг тех приемлемых уровней воздействия, что какого-то ощутимого сверхфонового воздействия на окружающую среду мы не наблюдаем. Максим Пушкарев, Александр Дьеков, Алексей Овсяников. Новости. В Красноярском крае прошла и всероссийская экологическая акция «Оберегай». Почти 40 школьников собрали десятки мешков мусора на диком пляже в районе поселка Усть-Мана. С подробностями наш корреспондент. Здесь отдыхают жители поселка и красноярцы, а также завершают свой маршрут туристы, сплавляющиеся по мани. Зачастую любители пляжного отдыха и сплавов прямо на берегу оставляют накопившийся мусор. Федеральная экологическая акция «Оберегай» проводится холдингом «Русгидро» более 10 лет. В нашем городе организатором выступает компания «Красноярский энергосбыт». В мероприятии участвуют волонтеры. Это дети сотрудников компании, ребята из многодетных семей, подопечные Красноярского филиала Российского детского фонда, и воспитанники городского инклюзивного центра. Детвора внимательно осматривают берег и собирают в мешки многочисленные упаковки, консервные банки и бутылки. Например, 12-летняя Аня участвует в акции второй раз и уже замечает результат своих стараний. Наверное, в том году все-таки было более грязно на берегу. То есть, возможно, кто-то понял, что нельзя мусорить, и действительно люди перестали заниматься вот такими делами. Волонтеры четко понимают, они участвуют в большом деле. Каждый вносит свой вклад в защиту окружающей среды. Бережное отношение к природе для них уж точно не просто слова. Только лишь уборкой акция «Берегай» не ограничивается. Ребята с удовольствием участвуют в увлекательных конкурсах, викторинах и развлекательных квестах на экологическую тему. Акция очень любима нашими подопечными ребятами детского фонда. Главная задача воспитательная. Мне кажется, ребята, которые собирают мусор, сами никогда не бросят его. Главное здесь для нас – это научить детей, чтобы для них забота о природе стала нормой жизни. Именно поэтому акция направлена не только на сбор мусора, но в акции присутствуют также и развлекательные моменты. Квесты, викторины на экологическую тематику, чтобы благодаря всему этому дети научились любить природу. За один только день участники акции собрали около 50 мешков бытовых отходов. Для сравнения, в прошлом году было больше 70. Это значит, что люди стали меньше мусорить. Следующее такое мероприятие пройдет в августе. Тогда уже взрослые отправятся в сплав по Мани. Они будут убираться в течение трех дней на туристических стоянках. Валентина Береснева, Максим Галат, Новости. В новой серии проекта «Краснояск-Северный Кавказ» – история древнего Дербента. Чем знаменит этот дагестанский город? Расскажем после рекламы. Не переключайтесь. Есть периоды в вегетации, когда растение остро нуждается во влаге. И надо ему именно в этот момент дать ее, в момент формирования плодов. Фермерский хлеб отличается. Булка большая, хлеб пышный. Из нашего зерна сделали муку. Программа о хлебе насущном. В пятницу в 17.05 и в воскресенье в 11.45. Знакомьтесь с героем проекта «Наши дети». В футбол я начал играть, когда поступил в детский дом. Пошел на тренировку и занимаюсь уже этим пятый год. Я вхожу в состав футбольного клуба «Тотем». У нас есть победы на чемпионате мира среди детских домов. Были призерами на этапе чемпионата России. Моя самая большая мечта – продолжать играть в футбол и попасть в состав сборной России. Новый этап проекта уже в августе на телеканале «Енисей». При поддержке «Красцветмета». Трогательная история о вере в самое светлое, о любви и борьбе за это прекрасное чувство. Ты хочешь, чтобы образованная женщина стала женой войщика? Я ей суждена лучшая судьба, чем ты, сынок. У меня есть все, что можно пожелать. Больше денег, чем я могу потратить. Экранизация романа Томаса Гарди «Под деревом зеленым». Я женился бы на самой бедной девушке в графстве, люби я ее. Я так несчастна. Сегодня в 21.30 на телеканале «Енисей». Были задолженности по кредитам. Приходилось отдавать всю пенсию. Я обратилась в Единый центр защиты. Юристы хорошо помогают. Единый центр защиты. Звоните. Поможем. Телефон горячей линии в Красноярске. 272-34-14. От мух Мухояр. Спешите! В «Эстнове» вся норка от 45 до 95 тысяч. Все в рассрочку. Улица Авиаторов 5. Теперь не осталось преград между вами и спутниковым телевидением. Подключайтесь к телекарте. До 30 сентября смотрите спутниковое ТВ бесплатно и получите пакеты «Амедиа премиум HD» детский и «Тысяча и одна ночь» в подарок «Акция Ах лета». Подробности на сайте и по телефону. Телекарта. Смотри. Не переплачивай. Продолжаем выпуск. Выйти из современного кафе и попасть в пятый век. Путешествие во время невозможно в дагестанском Дербенте. Этот древний город с богатой историей вобрал в себя обычаи и традиции как минимум 36 народов. Как повысить градус патриотичности в Дербенте? Каких ассоциаций кроме коньяка достоин Кавказский ключ? И что делает местных людей счастливыми? Узнаем из новой серии проекта «Красноярск. Северный Кавказ». Дагестан – одна из немногих республик в России, где до сих пор можно встретить на стенах, полах, в домах и в заведениях общественных ковры. Обычно они сотканы вручную из уважения к труду женскому в Дагестане. Я пройдусь по ковру, которому 80 лет босиком. Примечательно, что вот это полотно окрашено корой дуба и экстрактами растений. Исключительно натуральные краски. Но местные говорят, можно так с ними не церемониться. По нашим коврам без вреда для покрытия срока службы ездят автомобили. Им не страшны ни палящее дагестанское солнце, ни обильный дождь. Помимо ковров в каждом заведении присутствует национальная музыка. И сами исполнители, и то, как они выглядят, и то, на чем играют, добавляют этому городу невероятный колорит. Наяривает на семиструнную местную народную. Из песни приезжему слов не разобрать. Кроме одного, понятного на любом языке. Дербент. А вот и пауза в выступлении ждали, чтобы пообщаться с дербентцами. Странно, но мужчины играют уж много лет, но не знают, как называется этот необычный инструмент. Напоминает и гусли, играет на нем почти горизонтально и гитару. Калками, грифом. Нижняя часть выглядит будто домра, сильно пузатая, отъевшаяся на шашлыках и лепешках. В общем, загадка мира музыки. Один из нас явно фальшивит. Конечно, гости. Слышать слышу, как звук моему залукавит, а руки исправить не могут. Не родная я ей. Хоть как помогай, не получается дуэта. Принимаем решение. Просто побренчать. Побренчали, побарабанили, попели. Получился бы неплохой международный коллектив, в котором солистка изгнана за бездарность. Ведь подобным составом к старейшинам не ходят. Есть традиция в дербенте встречать гостей старшего поколения мелодично. Наши аксакалы такого не ожидали. Дербент – город-сюрприз. Город, родной для 36 национальностей, которому по самым скромным подсчетам 2000 лет. Горы в этой точке максимально близко подходят к Каспийскому морю. И контроль над узким проходом давал стратегические преимущества. А вырос дербент – узел ворот. Вот из этой крепости в пятом веке. Магнит для приезжих – цитадель Нарын-Кала. О неприступности ее сложны легенды. Коварством и хитростью пытались взять захватчики Калуб. Но для них и прочих товарищей в ханской системе исполнения наказаний существовала особая пытка. Это не совсем колодец. Перед вами зиндан для смертников, именуемый каменный мешок. В глубину имеется сооружение 9 метров, внутри комнаты 25 квадратных метров. Построен зиндан в форме кувшина, конусообразно. Все это делалось для того, чтобы узник не смог скарабкаться и бежать. Сверху накрывали вот этим вот большим камнем. Отверстие в камне предназначалось для того, чтобы туда поступал воздух и свет. Узник умирал голодной смертью. Труп не вытаскивали и туда опускали следующих. Необычная участь ждала и жителей самого холма. У крепости Нарын-Кала было своеобразное позорное место. Вот это называется каменный язык. И по преданиям отсюда сбрасывали неверных жен. Высота там, я вам скажу, приличная, минимум 18 метров. Ну а неверных мужей, как говорят в Дагестане, не было. Не было, видимо, потому что мужчины свой грех при любодеянии тщательно смывали. В крепостной бане здесь парились все от хана до обычного жителя Нарын-Калы. Несколько парных, очень просторных. Здесь не только очищались, но и играли в шахматы и нарды. А еще решали важные вопросы. Но с тех пор в последнем мало что изменилось. Что и говорить, жители Дербента умели и умеют договариваться. Они всегда были искусными торговцами. Город жил не бедно. На территории древнего Дербента был и свой монетный двор. И монеты чеканили вот таким же образом. Сюда ложилась заготовка. Так. Накрывалась. Ой, какая тяжелая. Сверху. Чудгуной какой-то шапочкой. И ударялась молотком. Получилось. Ура. Монетку-сувенир мы прихватили на счастье. Улиты представляют собой такие мученькие лабиринты. В том числе и старинные булаки здесь можно попить воды. Даже в пекло в них прохлада и спокойствие. Магалы, древние кварталы. Отдохни, насладись, шепчут они нам. Но без провожатого это лучше не делать. Заблудитесь в живых закоулках. Где сушат белье, греют по стареньке воду, играют дети. Удивляют, как в этом порой тесном пространстве маневрировать. Впрочем, смотря на чем ездить. В Дербенте живут настоящие патриоты. Чтобы чувствовать себя, как дагестанец, нужно пересесть на беленькую ладу Приору. Только в одном дворе мы насчитали шесть подобных автомобилей. Приора для Дагестана. Однозначно. Водят дербенцы лихо. Неплохо и специфично. Кстати, мордоботы водители друг другу не устраивают. Этим славится махачкала. А почему не любят пристегиваться? Это, честно говоря, проблематичный такой вопрос. Не знаю, у нас законы вроде бы для всех одинаковые. Но в этот момент как-то мы, не знаю, честно, не пристегиваемся. За рулем здесь почти каждый. Авто, кинжал и женщина, составляющие мужского счастья. Много женщин, шутит наш дербенский друг Рамис. Но сам к сердцеедам себя не относит. Таких, как он, моногамных дагестанцев почти нет. Порой, по объективным причинам. На данный момент это популярно, потому что все-таки женщин больше. Даже на Северном Кавказе? Да, даже на Северном Кавказе. Но не намного. У нас больше мужского населения. Даже у меня вот два сына. А многие ребята, у кого есть финансово, могут себе это позволить. Заводят вторую семью. И как бы... Обеспечивают дом. Обеспечивают, да. Может быть и вторая, и третья, и четвёртая. Зависимо от финансового состояния. Если он не может себе этого позволить, отдельный дом, то вряд ли он и тут будет делать, и девушка какая-то согласится на это. Многожёнство и многодетность. Мальчики включены в семейный пакет по умолчанию. Пока не будет продолжения рода, пара не остановится, подчёркивает Рамис. Сыновья занимаются борьбой и дзюдо. Про дочерей мужчины мало знают. Их воспитывают жёны. А ещё, независимо от пола, все должны уметь и умеют танцевать. Главное, танцует без повода. За будничным ужином. Разве не отличная привычка? Такая же традиция, как заказать барашка. Шеф заведения Ариф маринует ягнёнка почти без специй. Мы внутри сделаем соль перец и ещё этот специальный соус, это у нас, грубо говоря, называется соус слива. Картошку тоже одеваем. Для чего? Для красоты? Для для чего? Для чего? Для держать. Ягнёнок по-дербенске ещё были лепёшки чуду, свежащие овощи и фрукты. В таком изобилии живут и встречают гостей. И всё приправлено любовью. Правду говорят, переверни дербенца, и любовь первая, что вылится из него. А потом уже коньяк. Побывав в этом городе, вы поймёте, что крепкий напиток не единственное, что станет символом дербента. Наталья Винокурова, Сергей Камашев. Новости. Генеральный партнёр автопробега Красноярск-Северный Кавказ – Новоангарский обогатительный комбинат. Телеком-партнёр проекта – компания «Мегафон». Надёжная связь автопробега. Но в парке «Флоры и фауны Роев ручей» пушистое пополнение. Несколько недель назад там появились на свет три котёнка-пумы. Семья кошачьих Арнольд и Ася приносит потомство уже во второй раз. Мама очень хорошо заботится о своих малышах и сильно переживает, когда они находятся в разных вольерах и ведёт себя, как настоящая хищница. Шипит, рычит на работников зоопарка, если они на время хотя бы забирают котят. Зато с детьми она ведёт себя совершенно иначе. В семье царит настоящая идиллия. Одного пумёнка, правда, передали уже в другой зоопарк. У нас остались мальчик и девочка, которые тоже отправятся в другие города, когда вырастут. Но пока они радуют и маленьких, и больших посетителей парка «Флоры и фауны Роев ручей». У нас образовалась ещё одна очень устойчивая, хорошая зоопарковская семья с отличным потомством. В этом году у нас уже три пумёнка народилось. Было два, теперь народилось три. Хорошие, весёлые малыши, которые резвятся в своём вольере, любят маму, бегают от папы, потому что получить можно от него, как от любого нормального папы. Поэтому жизнь у нас кипит. На этом наш выпуск завершён. А я, Наталья Накурова, и команда программы «Новостей» желает вам идеального вечера. Субтитры создавал DimaTorzok